приветствую всех канал дачный креатив я елена сегодня хочу поговорить о мульчирование клумб у нетканого материалу были комментарии были вопросы по мульчированию по тому как застилать клумбы нетканым материалом сейчас я вам просто покажу на примерах то что у меня уже застелено нетканым материалом и замульчирована уже несколько лет покажу клумбы которые не замульчированы вернее замульчирована но без нетканого материала и покажу то что у меня подготовлена для отсыпки камнем поручу то что мы приготовили в прошлом году застеление тканым материалом в общем все буду вам сейчас показывать и например их буду все говорить просто о преимуществах этого способа ухода за клумбами но сначала хочу показать вам газон я в прошлом видео показывала свой газон но это условно конечно называется газон потому что скажи конечно газонную траву мы сели перебирали мы в пятнадцатом году вот на этом участке на большом этом участке который был у нас лесным когда-то мы его докупали вот этот участок весь который вот идет вот за этим за кустарниками за каштаном там вот у меня рябины 2 и так далее клёна это вот нас как раз была граница из нас проходила за этими кустарниками канава дренажная которому потом закрыли в трубы и здесь этот участок мы докупали и здесь мы перебирали всю землю перекапывали перебирали корни и потом сели газон вы потратили на это половину лета то есть с весны и наверно до конца июля и сами не справились и приглашали на помощь рабочих потому что это конечно очень колоссальный тяжелый труд сели газонную траву конечно был шикарный газон там три года наверное потихоньку оселивались сорняки но пытались мы их убирать каким-то образом средствами от сорняков выкапывали в общем потом решили что это невозможная работа можно жизнь положить на над тем чтобы была только одна газонная трава без каких-либо других сорняков и другой травы и мы решили оставить так как есть и посеивали специально клевер клевер потеряли потому что у нас вымокает высыхает и вымерзает я все это уже говорила но вот я вам показываю когда был газон не скошен трава была не скошена и было видно как цветет клевер и вы смотрите сейчас муж скосил совершенно ровный ровный газон ним не нельзя сказать что здесь разнотравия то есть совершенно спокойно вот если регулярно косить то абсолютно не видно что там какая-то растет трава то есть вот такой вот шикарный ровный газон нам очень нравится и по нему очень ходить хорошо по клевер очень мягко ходить и в общем-то меньше мороки конечно странному покупаем газонную траву все равно подсеиваем но уже не так тщательно как это мы делали вот пятнадцатом году когда мы каждый сорнячок за каждым сорнячком бегали теперь мы этого не делаем но теперь к основной теме я перехожу к мульчированию по нетканому материалу для начала сразу покажу то что мы делали в прошлом году осенью вот здесь у нас вдоль дорожки и вдоль ручья мы в прошлом году с мужем снимали слой дерна ну где-то буквально сантиметров наверное 10 вот здесь вот здесь вот вдоль дорожки и там вдоль ручья и сажали там растения с тем чтобы в этом году засыпать все каменной крошкой цветным щебнем ну или любым другим щебнем неважно мы тогда еще не думали каким мы будем засыпать здесь вот для примера у нас в ручье здесь обычный щебень мытой плюс речная галька плюс вот то что серединке в самой серединке здесь у нас и красиво лепесток вот эти вот мелкие 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 камушки которые среди это мы сами просеивали через сетку песок и вот эти вот мелкие камушки которые были в песке мы сюда серединку насыпали сейчас видео не руки а именно о мульчировании по нетканому материал и вы смотрите были комментарии о том что трава поднимает прорастает и поднимает вот эту ткань это называется вот эта ткань агроспан она называется по-разному это агро ткань черная она бывает разной плотности 60 ну там от 20 20 40 60 а 90 120 150 самая минимальная плотность которую можно использовать в качестве не тканого материала под мульчирование это 60 это если мы застилаем тканью 60 плотностью то делаем это в два слоя потому что один маловато потому что хоть она их хоть это и не тканый материал хоть это и в общем-то не хлопок а не лен там они не натуральное волокно все равно конечно со временем там не на 10-15 лет наверно все-таки каким-то образом теряет прочность и поэтому лучше конечно в два слоя но вот у нас много лет лежит и ничего не происходит на самом деле если нужно что-то сажать мы вот этой клубе я потом покажу который у нас перед въездом там у нас частично положено от не тканый материал и вот смотрите прошлом году мы постелили совершенно нет никаких сорняков они не пытаются здесь расти абсолютно единственное где пытаются расти сорняки это вот как раз в посадочных лунках там где мы сажали растение где мы вырезали в ткани отверстие вырезать можно либо крестообразно и подворачивать либо просто сразу вырезать вырезать круг мы по разному делаем здесь вот мы вырезали круг и вот там где посажены растения там конечно трава пытается расти но это пропалует намного легче и быстрее чем представляете полотен это площадь мне вообще нравится когда посажены растения в клумбах и когда просто земля темная рыхлая без сорняков как бы общий фон один темный например там общего однотонный фон но представьте себе все это постоянно рыхлить а постоянно пропалывать если площади большие то можно жизнь на это положить когда у нас не было замульчирована я начинала а про полка одной клумбы заканчивал шла к второй к третьей к четвертой когда заканчивал уже четвертую клумбу нужно было снова начинать полоть первую то есть это нужно целыми днями заниматься я с утра вставала была помоложе и тем занималась что полола вот по поводу опять же ручья вот смотрите а в ручье у нас тоже постели здесь вообще постели на 150 по моему делать и стиль посмотреть если что-то прорастает это прорастает потому что осеивается я попробую поймать камеру вот видите маленький одуванчик это он осеялся его очень легко убрать с попробуем при вас это сделать так сейчас я его в камеру поймаю вот он легко очень убирается вот видите утром с корешком абсолютно легко с корешком убирается и опять же вот здесь простает единственное где про стоит по краям там где соприкосновение земли вот например может подрастать вот здесь у меня тоже ли вот например вот да вот прорастает что-то здесь видите либо осеялось либо попросло все мы закрепляем такими скобами это кстати говоря скобы обычная обычная вязальная проволока для арабицы нас оставалось оставался рулон срезал и мы закрепляли вот ими вот видите вот прорастает где там где посажены растения больше нигде нетканый материал не дает расти сорнякам совсем а только если что-то осеивается вот смотрите нет даже попыток каких-то там где мы стыковали ткань вот ведь тоже здесь этой проволокой мы закрепляли можно закреплять степлером степлер со скобами не менее 14 миллиметров можно ткань это скреплять где-то в каком-то месте у нас это есть даже сейчас не буду искать но обычным степлером панцелярским и теперь я покажу вам клумбы которые у меня уже замульчированы и на какой-то из клумб у меня не ткана по нетканого материалу кора лиственницы где-то щепа крашеная а где-то камень вот как раз сейчас иду сразу подхожу к яблони вот это я был не у нас здесь замульчирована щепой это мы покупали несколько мешков когда покупали кору лиственницы покупали просто для пробы щепу щепа продается разного цвета на и оранжевая и красная и там и синие и зеленые красят любые цвета я не стал не хотела покупать никакой цвету я купила черную вы смотрите вылись нас насыпана она по нетканому материалу тканый материал мы здесь видите здесь такая система я уже показывала когда мы то я бы не выкапываю вот видите вылез над его немножечко притопить кусок линолеума и гвоздь длинный нас тогда не было закончились у нас кусочки этой проволоки и вот муж так делал закреплял из различные способы крепления вот видите компонент же моя так теперь пойду показывать уже клумбы вот эта клумба мы делали в семнадцатом году здесь также снимал верновой слой застилался а не тканый материал и насыпалась вот такая каменная крошка это доломит тоже здесь ничего не растет единственное что вот смотрите вот например вот что-то осеялось но это очень легко тоже удаляется из нетканого материала все легко удаляется с корешками так теперь дальше идем вот эти две клумбы которые мне привезет самые первые наши клумбы они у меня тоже замульчированы но без нетканого материала и конечно они требуют про полки так сейчас покажу сразу потому что когда и там очень тонкий слой у меня потому что коры было мало уже мы как-то не рассчитали вернем и заказали много но у них не было в наличии на мало привезли поэтому коры здесь у меня мало и вот здесь мне приходится полоть то среди сота постоянно прорастает видите какие-то не сосеиваются у меня и медуница и их нотка и сорняки какие-то пробирается вот эту клумбу мы будем немножко переделать но уже осенью то есть когда мы обрежем все вот эти многолетние растения мы здесь а соберем вот эту крупную кору замульчируем здесь есть низко на материал поселить не получится потому что очень много растений просто нужно будет очень сильно и много резать просто соберем замульчируем здесь хвойным опадом немножко раскислимо либо доломитовой мукой либо золой и потом уже насыпем кору которую мы возьмем в клумбу которая у меня вдоль западной стороны дома так вот здесь вот эта клумба у меня тоже мульчирована и корой и опадом и щупой овощем остатками всего что было здесь частично есть каких-то местах не тканые материалы например здесь вот видите на открылся тишка у меня лазит открывает каких-то местах есть немножко не тканого материала в основном здесь без нетканого материала и здесь тоже мы будем добавлять также будут добавлять опад и также буду добавлять кору но тоже опять же говорю осенью так теперь покажу опять клумбу которая по уже замульчирована у агроткани вот эта клумба то есть вот эти к этим клумбам ко всем которые посажены у меня вдоль дома который я показывал в видео работка по периметру дома эти клумбы я вообще не полю то есть я к ним практически не подхожу я к ним подхожу только для того чтобы например обрезать цветоносу хост что-то вот растет либо отцветет когда астильба кстати говоря начинает уже зацветать хорошенько уже розовые видны но еще не совсем она будет более махровая вот я говорила о сочетании голубой хосты желтого цвета бузины и розовых соцветий астильбы вот на фоне там барбариса темного темные астры но это отличка отвлеклась и так опять если меня вот смотрите вот у меня здесь лежит вообще кора большого размера здесь фракция была 5-10 вот такие вот большие здесь мы застилали нитканым материалом остатками и делали внахлёст где-то скрепляли степлером где-то муж проволок каким-то образом на перетягиваю в общем здесь у нас сложная система в общем весь у нас получилось все из-за не очень больших кусочков но мы эти кусочки скрепили сделали нахлёст так чтобы не порастала трава вы также здесь какие-то сырники появляются опять же там где посажены растения там где а нет нет канала материала вот может вылезти например какая травина или одуванчик там в середине хост и середине астры или остильба вот например пожалуйста вот вырезала вот она растет у она растет не у не тканого материала растет там где была посажена остильба вот это кора лиственницы когда мы покупали она была такого оранжевого цвета она конечно за два года стала вот такой серенькой здам смотрится хорошо мне очень нравится но вот по поводу коры к сожалению не нужно обновлять а что обновить покупать это значит снова деньги тратить в общем то поэтому вот сейчас решили новую клумбу делать именно с камнем здесь мы будем собирать эту кору и здесь будем засыпать камнем это все мы будем делать уже осенью вот видите сорняков никаких нет только то что может осиливаться вот видите здесь у меня осеялась спирея здесь и там за змеевиком конечно еще нужно делать обязательно бордюр а для того чтобы трава не наступала с краю здесь вот у нас бордюр такой бетонный с камнем но можно так же делать просто бордюрную ленту вкапывать для того чтобы не наступала трава с краев вот эти клумбы я совсем не полю то есть я практически к этим клумбам подхожу только для того чтобы обрезать минут отцветет сейчас спирея и нужно будет подойти обрезать эти отцветшие уже соцветия так дождик у меня развалила не моно вот видите совершенно нет никакой травы только вот опять там осеялась что осеялась и только вот по краям можно вырастать вот видите вырастает с краю вот какой-то сорняк лезет и там тоже это кстати говоря не сорняк осеявшиеся есть нотка вот и здесь тоже видите совершенно не нужно тратить время на прополку самом начале когда мы только начинали делать свои клубы на давно у нас дача давно но это конечно с утра до вечера утром встаешь определенной позу встаешь любимую как у меня может бывает стоит любимой позе и все и до вечера и так пока не прополешь все клумбы а потом когда все клумбы прополу то уже нужно полоть опять начинать сначала здесь это еще не обрезала муж мне кстати помогал не люблю это дело обрезание соцветия у хост лучше полоть честное слово есть еще не обрезали так но все показал да еще одну клумбу не показала тоже которую мы совсем не пропалываем то есть я к ней практически не подхожу вот я к ней сейчас подходила к этой клумбе только для того чтобы обрезать розы это до конца не обрезала меня дождик прогнал вчера вот видите тоже вот от видите сорнячок это одуванчик когда одуванчик который опять же осеялся который очень легко убрать вот сейчас я вас корешком и вытащу эти с корешком совершенно никакого напряжения никакого никаких мучений с прополкой так ну что наверно все вам сказала еще раз напоминаю что если мульчировать а хвойным опадом нужно немножко раскислять либо доломитовой мукой либо залой ну какой-то любой известью немножко если почва у вас и так щелочную реакцию этого даже этого может быть и не требуется каким-то растением вообще нужно наоборот добавить более кислый какой-то грунт например гортензиям там или что-то с хвойниками так что просто нужно регулировать и смотреть где нас нужно добавлять доломитку где не нужно мульчирование конечно очень помогает и по поводу коры еще что забыла сказать если будете покупать кору лиственницы то лучше кору лиственницы насыпать на клумбу уже по слою мульчи также продавцов которые предлагают кору лиственниц у них обязательно есть мульча то есть та же самая кора алисе несколько фракции до одного миллиметра до одного сантиметра это очень мелкая мульча ее нужно насыпать она стоит значительно дешевле и нужно насыпать слоем буквально сантиметров 5-6 а потом уже сверху насыпать кору и тогда будет экономия и по цене потому что нужно будет коры просто купить меньше если вы засыпите первоначально мульчу и тогда сорняки вообще прорастать не будут и так мульчировать можно даже без нетканого материала и все равно лучше постелить не тканый материал любая любая гороткань только обязательно черную чтобы не было доступа света сорнякам и по поводу того снимать дерновый слой или не снимать если нужно вам чтобы клумба была повыше тогда можно вообще не снимать дерновый слой просто триммером скосить в землю очень низко практически скосить землю можно немножко застелить клумбу картона мы так самом начале делали когда и даже без нетканого материала мы как делали мы застилали клумбу картона смачивали его а потом насыпали и первоначально мы даже участвовали не хвойным опадом а просто скошенной травой потому что практически мы сажали по дернине делали клумбом на не снимая дерна вот опять же видите у меня здесь пророс уже в самой хвосте какой-то сорняк вот просто это именно там где посажено растение ну вот в общем то советую всем мульчировать просто для того чтобы увеличить свои силы чтобы не тратить все время пребывания на даче на проповку и чтобы просто отдыхать иногда поэтому советую мульчировать один раз вы потратите деньги на этот нетканый материал и потом просто будете меня вспоминать и говорить что как хорошо что мы это сделали что не нужно целыми днями стоять в этой клумбе и полоть потому что когда прополутый аккуратно а все в клумбе нет сорняков и смотрится красиво а когда сорняки то и растение то не видно наших красивых которые вы посадили этом заканчиваю не забывайте подписываться на мой канал всем удачи хорошего нам настроения пока